Тайфун взял активный старт при встрече Лока на своем льду. Но спустя пару минут стало ясно, что выгоднее работать в котроатаках. Уже к концу первого периода приморцам удалось распечатать ворота действующего чемпиона МХЛ. Точным броском в створ отличился Владислав Лановенко с передачей Александра Стрелковских. Дополнительный толчок нам на игре дал, потому что домашних игр давно не было. Давно не играли, и поддержка болельщиков самое главное. Побольше бы так, почаще бы. Очень ждем всех, и это нам помогает. Это самое главное. А по разборам, ну, обычный тренировочный процесс. Работали, выполнили установку и принесло плоды. Во втором периоде хозяева увеличили преимущество, обозначив догоняющую позицию Лока. Вторая забитая шайба – дело рук Виктора Островского. Ему помог Владислав Лановенко. Но к концу среднего отрезка ярославская молодежка сократила отрыв 1-2. В третьем периоде Тайфуну удалось вырваться вперед. Еще одна удачная контратака в исполнении Егора Гайнеддинова и Ахаса Кочкарева. 3-1. Но на последней минуте гости нанесли ответный удар и сократили отрыв в счете до одной шайбы. Итог матча – 3-2 в пользу Тайфуна. Соперника разобрали немножко. Нам, как говорится, секретов не открыл. Команда достаточно молодая, с хорошим движением. Ну, слабые стороны, конечно, мы тоже нашли кое-какие. То есть, это не такое большое мастерство. Поэтому сделали упор на грамотную игру в обороне и на контратаке, которую нам удалось именно с контратак забить три гала. Легкой игры на следующий день уже никто не ждал. Лока полетел в атаку уже с первых секунд. Игра практически не выходила из зоны Тайфуна. Напор и пересмотр стратегии быстро принесли плоды гостям. Три шайбы побывали в воротах Кирилла Каленина за первый период. Вшера подуставшие были. Все, немножко отоспались, отдохнули. Вышли с новыми силами. Выполнили установку тренера и все получается. Приморцам удалось открыть свой счет лишь во втором периоде. На четвертой минуте Сергей Щенков с точных передач Артема Чернова и Алхаса Кочкарева забил гол. Правда, в этом же периоде Тайфун пропустил еще две шайбы. Перевес в пользу гостей 5-1. Третий период позже в новостях МХЛ получил название «Приморское побоище». В начале заключительного отрезка Алхас Кочкарев забил вторую шайбу ворота Лука с передачи Никиты Ивашкина и Александра Стрелковских. В ответ Тайфун получил шестую шайбу ворота. И дальше началось выяснение отношений не по правилам хоккея, а по привычному – по-мужски. В перерывах между выяснениями отношений Тайфун успевал реализовывать большинство и забивать. Дублем в большинстве отметился Никита Баженов и тут же нарвался на грубость соперников. С подозрением на сотрясение Никита покинул лед. Пришлось покинуть лед, потому что получил небольшое, ну как сказать, сотрясение, немного просто тряхануло, попало в голову. Ну а так, по игре провалили полностью первый период, соперник нас задавил. После периода высушили установку тренера. Ну и в итоге немного пытались выправить игру, но соперник пытался сломать игру, то есть это провокация или чем-то еще. То есть тренер говорил, не отвечает, ну немного не получилось, не хватило. За грубость пятеро игроков ЛОКа отправились на скамейку штрафников. Несколько хоккеистов из числа хозяев им составили компанию. Новый розыгрыш и новые драки. В итоге до конца игры судьи штрафом наградили двух игроков ЛОКа, а у хозяев лед покинули Егор Ганеддинов и Олег Мельников. Не по нашей вине сложилось так, как сложилось. Нам просто надо было выходить из этой ситуации как-то. Вот, и я считаю, ну ребята в принципе выполнили то в концовке во всяком случае, но может быть где-то и не повезло. Сейчас вот в последней смене и в пустые ворота не попали. Но все равно будем готовиться на две домашние игры. Я думаю, хотелось бы, чтобы зрителей было побольше, да, все-таки последние две игры. Итоговый счет в этой встрече 6-4 в пользу ЛОКа. Сейчас Тайфун готовится к двум заключительным матчам в сезоне. 2 и 3 марта приморцы примут на своем льду алмаз из Череповца.